Атомфлот отметил 55-летие. На торжественную церемонию, посвященную юбилею, приехал глава корпорации Росатом Сергей Кириенко. Он поздравил работников Атомного ледокольного флота. Лучшие сотрудники награждены памятными подарками. Коллектив Росатомфлота встречает свой юбилей с блестящими достижениями и результатами труда и с очень точным пониманием масштабных задач, стоящих впереди. В своей речи, обращенной коллективу компании, Сергей Кириенко отметил, что атомный ледокольный флот находится на подъеме. Строятся новые суда, есть долгосрочные заказы, которые сформированы до 2040 года. Все это, по словам главы Росатома, гарантирует устойчивую работу на долгие годы вперед, невзирая на международную политическую обстановку. Санкции не сорвали ни один международный проект Росатома. Кроме того, в этой сфере отмечается существенный рост инвестиций. Страна вкладывает в развитие атомного ледокольного флота в 300 раз больше, чем в 2009 году. В следующем году объем инвестиций составит 24,5 миллиарда рублей. Также глава корпорации Росатом во время визита в Мурманск обсудил с губернатором области Мариной Ковтун важнейшие аспекты сотрудничества в регионе. Атомная отерсль в Мурманской области представлена разнообразно. Прежде всего, это ледокольный флот, являющийся одним из главных инструментов освоения Арктики. Кроме того, на территории области успешно работает Кольская АЭС. Действуют проекты по очистке Арктики. И уже официально к этому списку добавился еще один аспект сотрудничества. Дочернее предприятие Росатома становится гарантирующим поставщиком электроэнергии в области. Огромная работа проделана, поэтому на территории Мурманской области у нас все виды деятельности атомной отрасли. И мы во всей этой работе всегда чувствуем постоянную поддержку со стороны правительства области, что позволяет нам очень уверенно планировать не только сохранение нашей работы на территории региона, но и его расширение. И серьезные инвестиции. Кроме того, стороны обсудили судьбу Ленина, пришвартованного в Мурманском порту. Решением Комитета по культуре и искусству области первый в мире атомный ледокол стал объектом культурного наследия. Это уникальный музей, совершенно уникальный музей. Я бы сравнила его с такими объектами, если с точки зрения туризма, как Эфелева башня, Тач-Махал. Это объекты, которые в топе туристском. Их можно посетить и увидеть только в одной стране. Они в единственном экземпляре. Ледокол Ленин в единственном экземпляре. Таких объектов туризма, культуры больше нет нигде. В ответ Росатом выступил с инициативой поднять этот статус до объекта культурного наследия федерального значения. Продолжение следует...